Здравствуйте, доброе утро. Начинается программа «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Сегодня у нас на календаре. У нас, боже мой, уже 11 число. И если вот полистать календарь, сегодня в 95 лет исполняется замечательному комедийному актеру Лесли Нильсону, который стал комиком-то после 50-ти, сыграв фильме «Аэроплан», и дальше там пошла его комедийная карьера, до этого он был совершенно серьезным канадским актером, снимался там фантастике в детективах и прочих-прочих фильмах. 90-лет сегодня исполняется Руперту Мярдеко австралийскому издателю Магнату. Он издавал таблоиды, в общем, с полуголыми девушками, которые пользовались бешеным успехом, просто произвел сенсацию на медиарынке. И, кстати, попал, он до сих пор находится в сотне самых богатых людей мира «Форбс». 85 лет назад родился Барт Рейнольдс, американский киноактер, который снимался в кинокомедиях и в боевиках. Сержо Мендес, кстати, отмечает 80-летие. Думаю, все слышали наверняка его песенку «Машке надо», которая была хит 1963 года, который был перепят, ну, относительно недавно, в 2006 году, группой «Black Eyed Peace». Ну, и сегодня отмечается Всемирный день больного. Напоминаем, что, ну, вот людям пытаются напомнить о нуждах и потребностях больных людей. ООН объявил Международный день женщин и девочек в науке. Ну, а в 2007 году, я бы сказал, такая драматическая дата для испытания для всех дикторов, поскольку на выборах президента Туркмении победил Гурбангулы Меликулыевич Берды Мухаммедов. Ну, и в том же 2007 году состоялось извержение вулкана Эйяфьятеля Кюдль, что стало, ну, в общем, такими этапными моментами для всех тех, кто работает на радио в том числе. Ну, а мы сегодня поговорим, поговорим на тему вертолетных денег. Недавно прошла информация о том, что вот Национальный блок, в частности, Райвис Дзинтерс, выступил с предложением выделить семьям единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка. И вот это так называемые вертолетные деньги. Что вообще такое вертолетные деньги? Для многих, может быть, этот термин, ну, и кто-то его слышал, но плохо представляет себе его значение. Ну, вот все время ходят всевозможные слухи о том, что где-то в каких-то странах уже начали просто раздавать людям деньги вот просто так, за то, что вот они, люди, живут и существуют. Вот обо всем об этом мы поговорим с экономистом Сергеем Снегиревым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Вик. Да. Вот, может быть, начнем с того, что такое вертолетные деньги? Вообще, откуда появился этот термин? Ну, вот Милтона Фридмана с 69-го года он существует. Но вот что это, что он значит? Собственно, термин этот... Это, кстати, прекрасно, что вы решили разобраться именно в значении этого термина. С самого начала это очень похвально, потому что даже меня, журналисты, в последнее время начали им путать. Мы тут с Вячеславом Добровским из-за этой путаницы, мне пришлось влезть с ним в дискуссию, а потом извиняться. Но сейчас расскажу. Так вот, вертолетные деньги. Для тех, кто вырос примерно на той же территории в то же время, что я, этот термин понятен более чем другим, потому что у нас есть песня про волшебника в голубом вертолете. Ровно про это, собственно, Милтон Фридман и говорил, потому что это такой теоретический концепт, который говорит о том, что в экономике бывают такие ситуации, когда, например, у меня вот кончились деньги, потому что пропала у меня работа. Скажем, я работаю в гостинице, и гостиницам работать запретили, или у нас кончились туристы из-за какой-нибудь неизвестной нам пандемии. Раз у меня кончились деньги, то я не могу пойти в магазин и там чего-нибудь купить, и у магазина начинают кончаться деньги. Раз у него кончаются деньги, то он не может пойти и заказать рекламу на Радио Болтком, и у Радио Болтком начинают кончаться деньги. Из-за этого Радиоболтком не может заплатить своим журналистам, у них начинают кончаться деньги, и они не могут пойти, ну, во-первых, в тот же магазин, и у него еще быстрее начинают кончаться деньги, а во-вторых, они не могут пойти и, скажем, заплатить за свет. И тогда деньги начинают кончаться у компании, которая нам этот свет продает. Вот, например, допустим. В итоге это распространяется лавинообразно, и в какой-то момент оказывается, что у всех кончились деньги, потому что у всех кончились деньги. Оказывается, что никто никому ни за что не может заплатить, потому что ни у кого ни на что нет денег, а началось все с достаточно небольшой остановки экономики. Напоминает немножко, знаете, пробки на шоссе, когда кто-то чуть-чуть притормозил за ним, чуть сильнее притормозил за ним, пришлось остановиться, за ним начинает формироваться пробка на километр, а пока эта пробка рассосется, первые, которые там чуть-чуть притормозили из-за чего-то, они уже давно дома сидят и чай пить. Поэтому появилась идея, чтобы вот эту вот систему снова запустить, потому что деньги – это кровь экономики, чтобы эту систему снова запустить, нужно эту кровь туда каким-то образом влить. В довоенное время, в 30-е годы, сразу несколько стран, как вы, наверное, представляете, ваши слушатели наверняка слышали либо про Германию, которая строила автобаны под руководством своего лидера, либо про США, которые точно так же строили целую сеть дорог в определенный момент. Для чего? Для того, чтобы просто государство имело возможность эти деньги в экономику влить. Представляете, вот завтра мы начинаем строить дорогу Рига-Дагда, огромное 18-полосное шоссе. Что происходит? Тут же нужен бетон, грузовики, люди, все это там катается, закапывается в землю и тратятся огромные деньги. Эти люди что делают с ними? Они несут их в магазин. В магазине появляются деньги, чтобы дать немножко рекламы. У Радиоболтком появляется немножко денег, чтобы заплатить своим журналистам. У журналистов появляется немножко денег, чтобы сходить и выпить чашечку кофе. Ура, у кафе появились деньги, наконец-то. Все это работает. Идея в том, что вертолетные деньги откуда? Идея в том, что совершенно не важно, что мы делаем. Строим ли мы 18-полосное шоссе в Дагду или новый концертный зал вместо модернистского здания, конструктивистского здания в центре города, или мы строим, помните, весной были планы про 100-миллионную тюрьму в Лепове, или еще что-то главное, чтобы государство куда-то резко потратило огромное количество денег, эти деньги все равно как-то запустят эту экономику. И вот идея такая, что даже если эти деньги, простите за столь длинный рассказ, если эти деньги разбрасывать просто с вертолета населению, прямо вот так красивыми веерами, как в некоторых боевиках, знаете, когда чемодан с деньгами взрывается где-нибудь, то это все равно поможет и экономика запустится. В общем, речь идет о том, что когда экономике не хватает крови в кровообращении, ее туда нужно впрыснуть. Но вот интересный момент. Это касается того, что деньги раздаются людям или они вливаются в компанию, потому что многие, я понимаю, термин вертолетные деньги очень всех смутил, когда начали говорить о помощи Air Baltic. И вот тут как бы, я понимаю, сработала какая-то, начали говорить, ну зачем им вертолетные деньги, то есть решили, что это вот на поддержание, вертолетными деньгами называются поддержание, я понимаю, национального перевозчика. Ну, Олег, подождите, очевидно же, что деньги Air Baltic это деньги самолетные. Тогда самолетные деньги, да. Но вот самолетные деньги являются вертолетными или не являются? Да. Отличный. Очень мне нравится этот вопрос, потому что дальше в нашей маленькой рекой экскурсии в экономику появляется термин мультипликатор. Смысл в чем? Деньги же, они, вот это вот движение денег, о котором мы только что говорили, кровеносная кровь же в наш организм, она не так, что мы за день прокачиваем от худа-то в себя, если мы не вампиры, вливаем там литр крови и за день его и тюрем куда-то. На самом деле она циркулирует. Деньги тоже циркулируют. И, скажем, влив один рубль, ой, господи, не дай бог, влив один евро в нашу экономику, этот евро процикулирует по ней много-много раз. Он вот поменяет, знаете, как в Яралаше там был рублен, меняет те и те руки и потом к вам вернется, может быть. При этом, если мы вольем деньги, например, просто раздадим их людям, то, что эти люди сделают, они тут же потащат их в магазин, в магазине они тут же купят продукты. Продукты у нас, это даже если не совсем местные, то это все равно местная логистика, это местный магазин, это местная реклама, это местная все-все-все. А если мы, например, дадим его Аэрбалтику, то Аэрбалтик куда эти деньги потащит? Он немедленно переведет их на счет компании Аэробус, которая предоставляет ему все свои самолеты в лизинг. Он за этот лизинг заплатит, и эти деньги, все наши вертолетные деньги прекрасно поднимут экономику. Ну, в первую очередь, Францию, наверное, если это Аэрбас. Вот и все. А дальше они начнут вращаться уже там. Поэтому, когда мы рассуждаем о том, и вот мы сейчас как раз подберемся к Райвису, не с утра, а припомянут, к Динтерсу, вот, то как раз об этом и имеет смысл поговорить, что сама концепция вертолетных денег, что типа вот раскидать их именно население, она чем хороша, что население тратит здесь же, на месте, на себя, экономика поднимается и так далее. Раскидать их, например, почему автобаны-то строили? Очень трудоемкое, особенно в те времена, производство. Люди с лопатами что-то копают. Огромное количество людей. Причем любых, не очень даже суперквалифицированных. Бетон производят. Бетон – это все местное. У нас, когда был строительный бум, если помните, то бетонные предприятия строили как бы на каждом углу, потому что его дешевле производить на месте, чем откуда-то возить. Он тяжелый и дешевый. Еще и застывает зараза. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, давайте впрыснем в экономику денег, а то у нас что-то подзатухло, хотя об этом тоже можно говорить. Да, тут вот я читаю новости подряд, прям на Микс Ньюс, то у нас треть латвийцев рапортует о снижении доходов. Это вполне объяснимо. То у нас рядом служба госдоходов рапортует о том, что мы на 3% собрали больше зарплатных налогов, чем планировали. Да, как-то не исходятся цифры. Нет, ну почему, смотрите, они же... Это про температуру, про больницу совершенно. То есть у кого-то стало слишком много. Да, у нас есть люди, которые получают зарплату, которую СГД не очень сильно видит, например, в области ресторанов и всего общественного питания и так далее. Мы совершенно прекрасно представляем, какое количество денег там идет совершенно наличкой, без всяких СГД. А СГД видит исключительно официальные зарплаты. А с официальными зарплатами у нас в стране это все хорошо. У нас же не 2008 год, когда у нас премьер-министр Валдис Домбровский затягивал всем пояса на горле и снижал зарплаты и в госуправлении, и где угодно. Сегодня в госуправлении все хорошо, никакие зарплаты не снижаются. Врачи и зарплаты приходят каждый месяц у учителей, у пожарных, у полицейских и будут приходить еще долго. Самое главное и самое страшное, что они приходят с той же регулярностью и у всего кабинет министров, поэтому они как бы боль народа, вот той самой третьей, не очень ощущают, а репорты СГД им несколько ближе. Понятнее? Вот смотрите, вот к решению, конечно, наоборот. Вот как раз-таки на слова Дзинтерса сказал, что раздавать деньги госслужащим, это не является правильным, я его цитирую, потому что госслужащие и так получают гарантированный заработок, а вот те, кто потерял работу, вот они действительно нуждаются. Хорошо, давайте тогда вот как раз вернемся, почему я вспомнил о том, куда впрыскивать, в AirBaltic эти живительные деньги или в автобаны. В AirBaltic нельзя, потому что немедленно уедут, как мы говорили, во Францию, да, в автобаны вроде может быть получше было, чем-нибудь построить тут на месте. Раздать просто людям, а еще, конечно, людям с детьми, это было бы совершенно прекрасно, потому что они их, ну, тут выступил товарищ из КПВ и сказал, что, ну, они их пропьют, давайте им давать маленькими-маленькими кусочками, чтобы они их не пропили. Ну, я, честно говоря, если бы сказали, давайте просто всему населению раздадим подряд, я бы еще мог с этой сентенцией согласиться, я, честно говоря, из-за этого и согласился. А потом, когда я соц.леп разглядел, что деньги-то на самом деле не вертолетные, их не разбрасывают случайным образом, ну, разбрасывают, мы понимаем, что это слово в кавычках. Ну, да, раздают всем просто. Но, да, они довольно-таки целенаправленно потратят на детей. То я понял, что, ну, для того, чтобы контролировать, кто там что пропьет, у нас есть огромное количество инстанций. У нас есть и Серовский суд, и всевозможные органы надзора, и полиция у нас есть, и школы этим занимаются и так далее, и так далее. Да, то есть если где-то есть семьи, в которых, например, четверо детей и средняя зарплата родителей, там, те же 500 евро, им тут неожиданно на четверых детей 500 евро, 2000 евро в сумме переведут, то, ну, понятно, что в проблемной семье будут проблемы, но это не должно становиться проблемой оставшихся, там, 9 семей, допустим, которым эти деньги точно так же нужны, да и этой семье нужны. И проблема эта решать нужна не тем, что, ну, давайте никому не дадим, ну, отлично. Так что предложение выдать всем по 500 евро на ребенка – это отличное предложение, очень своевременное, совершенно дешевое с точки зрения, к сожалению, у нас не так много детей, с точки зрения бюджета и тех миллиардов, которые нам выделяются. Они, эти деньги будут потрачены здесь же на месте, поддержав местные же бизнесы, то есть никто на них не купит себе машину, которая будет импортирована из Германии на этих евро на ребенка. Но нет ли в этом все-таки популизма? И не потратит их в Турцию, не уедет, скажем, там, куда-нибудь сегодня в отпуск. Так что идея отличная, я ее поддерживаю, и все вот эти вот попытки, а давайте начинать отделять зерна от плевел, кто там госслужащий, кто нет, кому сильно нужно, кому не очень нужно. На что можно потратить? Давайте придумаем систему ваучеров и проведем конкурс между магазинами, ну чтобы было как в Риге, вот у нас есть эти карточки, которые только максимум и только не алкоголь. Давайте то, сего, пятое, десятое. Если бы мы жили в идеальной стране, я бы сказал, да, это, конечно, лучше, умнее и разумнее, чем вот отсыпать всем лично мне, например, на моих детей 500 евро. Ну не очень нужно, мне повезло в жизни устроиться в сфере IT, которая далеко не так сильно пострадала, как другие сферы. И я лучше, если у нас ограниченные ресурсы, то лучше их получить те, кому прям реально-реально нужно. И давайте вот это сделаем. Но наше правительство уже показало, насколько оно совершенно не способно ввести какую-либо систему критериев. Мы видели это весной, все были в ужасе и в шоке. Вот все вот эти попытки придумать, кому нужно пособие по-простою, кому не нужно. Вот вся эта эпопея с введением списков товаров, которые там первые и не первые необходимости, вся эпопея с определением, какие магазины должны работать, не должны работать. Это же не разово произошло. Эта эпопея длится и сейчас. Те же самые пособия, никто по-простою, никто уроков весны не выучил. По-прежнему все стоят на ушах, и те, кому реально и очевидно и совершенно разумно эти пособия полагаются, их не могут получить из-за сложности критериев, а те, кто под критерии подходит, им, может, не всем-то и надо. И это повторяется раз за разом. Наше правительство за год, если доказало что-то, только то, что оно совершенно не способно такие критерии вводить. Поэтому все, что наше правительство умеет, как мы теперь видим, это деньги, ну, не глядя, просто разбрасывать. Потому что для этого мозгов не надо. Но не хочет. И начинаются вот эти вот дискуссии. Поэтому мы опять в тупике, а у людей, ну, действительно, сегодня нет денег за там отопление, там еще что-то заплатить. Но получается ли, что это немножко такой популистический шаг и будет очень тяжело спорить с Райвисом Дзинтерсом, поскольку любая партия, которая выступит против его идеи, она рискует на следующих выборах просто обрушить на себя гнев народа? Сто процентов. В этом смысле Райвис Дзинтерс совершенно прекрасен и ход всего на собъединение отличный. Тут был вопрос, кто первый выступит. Вот первым выступили националы, и теперь с ними действительно сложно спорить. И теперь министр финансов Рейвис с позиции чудака, которого нельзя называть в радиоэфире, спорит про вот такие вот, вынужден просто спорить, чтобы не соглашаться с предложением националов. И хотя должны были это сделать сами и давно. Еще один момент, который меня совершенно потрясает, что вот эти все разговоры о том, а как, а нам, а что, нужна какая-то система, какие-то критерии, то, все, пятое, десятое. У нас, между прочим, идет, у нас юбилей, у нас год, двенадцатый месяц идет с начала пандемии. Двенадцатый. То есть о том, что в какой-то момент нам придется раздать кому-то какие-то деньги. Говорили, когда, одиннадцать-десять месяцев назад, можно было за это время придумать уже, договориться о какой-то системе правил. То есть о том, что нам придется закрыть магазины потенциально, можно было понять еще летом, когда все могли спокойно встречаться, обсуждать, разрабатывать все эти вопросы и так далее. А не так, что у нас сегодня в ночь, как говорится, с пятницы на воскресенье придумывается, как мы будем жить с понедельника в восемь утра. Ну, то есть этому правительству я бы не доверил никакие критерии разрабатывать, если деньги у них есть, а у них есть, выдайте их детям, им замолчите. Госслужащие, вот эти вот госслужащие, понимаете, я понимаю, у нас тут, наверное, эфир двигается, но вот последняя вещь. Когда наша власть судит о ком-либо вообще в стране, судят они в первую очередь по себе. Это нормально, это естественно, как первый порыв. Но как второй порыв должна включаться эмпатия и какой-то вообще кругозор про страну, в которой ты живешь. Поэтому, поверьте мне, госслужащие, ну, и они, конечно, судят по себе. И там четырехзначная зарплата приходит как часы. И много лет, не в этом году, не в прошлом году, лет по 20 она приходит. Поэтому, ну, атрофируются некоторые чувства. Поэтому, когда они говорят, ха-ха-ха, госслужащие и же и так получают деньги, смотрите, госслужащие – это нянечка в муниципальном детском саду. Госслужащие, ну, не госслужащие, бюджетники. Бюджетники – это медсестры, это врачи скорой, бюджетники – это наши практически нищие пожарные. Если все зарплаты пожарной службы есть на сайте, можете сходить посмотреть, за какие деньги люди тушат пожар. И у этих всех людей есть еще семьи, и потерявшие работу мужья и жены, и родители, которые там тоже могли подрабатывать как пенсионеры, а теперь не могут подрабатывать, потому что пенсионеру сегодня очень не хочется выходить из дома лишний раз, если живы вообще, и не боясь. И вот всем этим людям, у которых есть дети, которые сегодня сидят по домам, заткнутые, и им тоже пришлось что-то там для этого докупить и так далее, им всем эти 500 евро нужны. И это очень простой, понятный, человечный и легко администрируемый шаг. Единственное, что мешает нашему правительству, это то, что его не те люди предложили, которые им сильно нравятся в этой политической борьбе, и то, что наше правительство ни хрена не понимает вообще в настоящей жизни настоящих людей. К сожалению, так и есть. Спасибо большое. Сергей Снегирев, экономист, был с нами на прямой связи. К сожалению, нужно заканчивать. Впереди еще одна программа «Здоровое сердце», собеседа с кардиологом Милдой Кавайте. Я говорю спасибо большое нашему собеседнику, и буквально через пару минут мы вернемся в студию. Утро.